Москва готовится к первому единственному в России концерту группы U2. Ирландцы выступят в Лужниках завтра. Пока Бона с другими музыкантами ходят традиционными, не очень туристическими маршрутами, для них готовят рабочее место. Чтобы привести сборную сцену, звук и свет понадобилось 200 фур. Но это, похоже, не последний рекорд. На свой концерт U2 планирует собрать более 80 тысяч человек. Александр Бережной узнал, можно ли еще достать билет. Впервые за весь тур журналистам еще до начала концерта разрешили увидеть сцену. Вот она, грандиозная идея Марка Фишера. Симбиоз космического корабля и когтей какого-то гигантского монстра. Любое описание словами бессмысленно. Конструкцию знаменитый архитектор начал придумывать еще в 2006 году. Она оказалась настолько сложной, что пришлось изготовить три комплекта. Иначе сцены бы просто не успевали собрать в каждом городе тура. На это уходит неделя. Все оборудование перевозят в 200 машин, но говорят, шоу того стоит. Будет момент, когда будет полет в космос. И это будет такая абсолютно нереальная вещь, когда смотришь вверх, такое ощущение, что ты отрываешься от ног. Главная особенность — экран. Он как символ тура, который называется 360 градусов, транслирует изображение по кругу. У нас будет только один экран, зато самый большой в мире. Он имеет обзор 360 градусов, так что изображение на нем сможет видеть каждый зритель. Экран скрывает уникальный механизм, который позволяет ему двигаться. Мы хотим, чтобы это осталось в секрете. Вы все увидите этим вечером. А что вы собираетесь делать со сцены, когда турне закончится? Она вас заинтересовала? Нет проблем. Несколько миллионов долларов, и она ваша. Можете поставить ее в Москве где угодно. А если серьезно, то мы сами пока не знаем. Пока техники собирают сцену, а Бонна пьет чай с президентом, в московских клубах фанаты начинают разогреваться. Одними из первых пришли итальянцы. Они только что с концерта в Хельсинки. Отзывы у всех одинаковые. Супер. Но лучники намного больше финского зала. Это вообще самая большая площадка в европейском туре. Так что есть шансы улучшить впечатление. Я фанат с 1993 года. Езжу за ними на все концерты, куда только могу. Он уже позабыл свое имя. Друзья называют просто Бонна. Фанат из Киева. Его очки точно такие же, как у кумира. Пришлось отдать за них почти всю зарплату. Ведь теперь Юту его жизнь. Из-за Юту я расстался с девушкой. Которая сказала, ты любишь Юту больше, чем меня. Фанаты еще не потеряли надежды на встречу с группой. Хотя такой договоренности не было. Чтобы заинтересовать музыкантов, фэны заказали им эксклюзивные подарки. Матрешек с изображением каждого. Александр Бережной, Олег Васильев, Олег Ветвицкий. Вести. Снова с вами Бонна.